Доброго летнего дня всем! Многие знают одно из самых популярных мест Эстонии – деревню Касму, находящуюся на северном побережье Финского залива, которую еще называют деревней капитанов, и, вероятно, по праву, поскольку, по информации Морского музея Касму, этой деревне принадлежит мировой рекорд. А именно, здесь проживает 100 семей, которые вырастили 62 капитана. О красотах этих мест снято много видео, а мой рассказ будет о малоизвестных фактах этих мест. И начну я свой рассказ с места под названием «Инне Киви Хунник» – «Кучи камней счастья». Когда шведский король Густав Адольф во время сильного шторма потерпел кораблекрушение у мыса Палганэм и остался жив, его счастье было столь велико, что он взял камень и написал на нем свое имя и оставил на побережье, сказав «Каждый, кто оставит здесь свой именной камень, найдет свое счастье в жизни». Эту традицию продолжили моряки деревни Касму, которые после удачного окончания морского рейса, написав на камне свое имя и год, оставляли их здесь. Ранее «Куча камней счастья» находилась в другом месте. В советское время там была пограничная зона. Гора была разобрана. В 1973 году гора появилась на новом месте, где и поныне находится. В 2005 году гору вновь пытались разобрать. Молодые защитники природы пытались раскидать все эти камни. Возникли противоречия между местными жителями и некоторыми защитниками природы. В результате было решено гору оставить, но не бросать туда больших камней. Надпись в конце информационной таблички, находящейся в этом месте, гласит «Это не принесет счастья побережью, если забрать у него камни. Оно будет разрушаться от ветра, льда и волн». Теперь несколько интересных фактов по версии морского музея деревни Казьму. Казьму – одно из самых богатых волнами мест в Европе. На дне залива Казьму находится золото шведского короля Карла II Густава. Шведы тщетно искали его в 1938 году. В 1893 году был построен моряк Казьму. Часть денег на строительство моряка собирались обществом трезвости в виде штрафов с пьяных капитанов и штурманов. В месте под названием Сепа-Нинос находится под водой портовый мол времен Карла XII. Там выгружали военное снабжение, которое позже на двух тысячах лошадях, отправлялось на первое сражение Северной войны между армиями Петра I и Карла XII. В 1993 году Арне Лайк основал первый в Эстонии частный музей – морской музей Казьму – в здании кордона царской пограничной службы. В советское время это была пограничная зона, куда без разрешения милиции и КГБ невозможно было попасть. Часть побережья была закрыта колючей проволокой, а в вечернее время выйти на пляж было невозможно. Он превращался в государственную границу Советского Союза. Тем не менее, это было популярным местом отдыха многих известных ученых и деятелей искусств Советского Союза. Отправлялся запрос в Москву и на основании бумаги от Ракварской милиции получалось разрешение на въезд в приграничную зону. И в заключение хочу пожелать всем интересных новых открытий и удачных путешествий.